Всем привет! С вами Юля. Сегодня 6 ноября, воскресенье. У меня сегодня первый выходной, ну, наверное, за последние полтора месяца. Этот период очень нагруженный, очень много работы. Но сегодня у меня попался целый выходной, потому что муж уехал на охоту, во-первых. Во-вторых, у нас сегодня объявлены экстренные погодные условия, дожди, бури. Поэтому сказали всем быть дома, а не искать приключений. Ну, а я, конечно же, в этом очень рада, немножко отдохнуть и хочу этот день привести с рукоделием. Конечно, у меня домашних дел просто очень много, но я хочу, вот именно выходного я хочу отвлечься, отдохнуть. Буду сегодня, так сказать, валяться на диване и вышивать, что-то делать, что-то рукодельничать, что-то творить. Ну, и в первую очередь тоже хочу снять видео. Долго я собиралась, потому что на видео нужно долго настраиваться, долго готовиться. Нужно настроение, нужно время, нужна подготовка. Поэтому я никак не могла даже морально, эмоционально собраться, чтобы включиться и бодрым голосом, как я люблю, натороторить вам о всех своих новостях. Ну, сегодня точно у меня будет по максимуму день рукодельный. Мне нужно много всего сделать. И вот, как вы видите, фон я подготовила, во-первых, это с чего мы начнем сегодняшний эфир. Это дорожка, 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 видите, она вот такая большая. Я специально выбрала такой ракурс, чтобы можно было поводить камеру и вам показать, какая она большая в масштабе. Кстати, вот там у меня в закулисьях мой рукодельный стол, на котором жизнь замерла в последние, наверное, полтора месяца, как что-то там происходило. Так все там и просто скопилось. Сегодня мне предстоит разобрать, навести порядок. Я вот так вот немножко бегло вам показываю этот ужас, что у меня там происходит. Ну, правда, времени настолько было мало, что, я не знаю, мне не хватало времени все это красиво собирать, организовывать. И приходила вечером, и, ну, после того, что там приготовишь, понятно, что-то какие-то домашние дела, у меня оставалось там часик, полтора, два что-то повышивать. Я вышивала немного, поэтому новостей будет немного, в общем-то, как бы самое-самое, что вот собралось. Вышивала в среднем там 200-300 крестиков, ну, вот, вы понимаете, совсем мало. Ну, вот, ну и показываю вам дорожку. Я ей максимально занималась вот именно этим процессом, потому что здесь очень простой-простой рисунок, повторяющийся одной ниткой. Просто вышиваешь, и не нужно, как бы, думать, напрягаться, ну, вот, как бы так. Значит, размер дорожки 160 на 60 сантиметров, от края до края, понятное дело. По вышивке там уже, как, поменьше, конечно. Вот сейчас дождь пошел сильный, пасмурная, темно, ну, я поставила дополнительную лампу, надеюсь, будет более-менее нормально. Итак, про эту дорожку, не знаю, показывала вам, не показывала, но расскажу еще раз все с самого-самого начала. Загорелась я сделать себе дорожку, потому что просто вышивать картины мне стало скучно. Мне захотелось уже перейти на прикладные работы, украшать дом именно вышивкой и своим рукоделием. Поэтому я купила себе большой кусок ткани, это Лугана 25-го каунта. Есть у меня машинка, я покроила дорожку, сделала, померила, сделала размер, покроила. И хотела я на этой дорожке вышивать красивые нежные розы. Мы с Кристиной сделали даже схему, долго мучились, мне Кристина все сделала. Кстати, оставлю ссылку по перенаборам, по каким-то дизайнам, которые у Кристины уже готовы. И если вам понравится эта дорожка, обращайтесь к Кристине. Мне эти розочки очень-очень понравились, я прям так загорелась, все-все-все вышиваю розы. И я даже приступила. Я вам буду вставлять фотографии, чтобы вы видели, как процесс развивался, потому что времени-то уже много утекло. И я уже даже вышла, попробовала эти розочки, взяла с центра, так красиво все получилось, нежно, такой подбор цветов там шикарный. В общем, мне все очень понравилось. Я расстелила, прикинула, посмотрела и получается так, что сам рисунок с розами, он очень, в общем-то, маленький, да, такой вот узенький. И с учетом того, что здесь дорожка-то такая большая, широкая, ну, получалось пустовато. Вот, и как-то мне это, ну, не нравилось, что вышивать много, ну, в общем-то, изделие будет такое, как бы, голенькое, да. Я стала думать, что же можно придумать. И вспомнила, что есть техника хардангер, есть разные такие стежки, которыми можно украсить, сделать какой-то бордюр, как-то что-то дополнить и сделать, в общем-то, более-менее как-то поинтересней, поизящней. Стала эту тему изучать, искать. Мужа стала подключать, у меня тоже, хоть ему это не нравится сидеть, рассматриваться на дизайне, но вкус у него есть. Иногда, в общем-то, он жертвует собой. И я нашла несколько простых стежков, простых видов стежков хардангера, самых базовых, да. Вот, и на тот момент, в принципе, я могла бы уже начать вышивать, но у меня не было ниток. Мне нужно было за ними ехать, а времени вообще не было ехать в центр, ну, вот вообще никак. А мне горело, мне хотелось что-то попробовать. Я стала, чем больше ищешь, тем больше приходит информации, идей. И в тот момент я получила посылку с заказа с 1, 2, 3 стечком. Я заказывала себе сэмплерков. Тоже все, мечтаю вышить какой-то сэмплер. И, знаете, как-то руки не доходят. Но вот этот сэмплер, он очень интересный. Картинка здесь размытая, ее практически не видно, поэтому найду в интернете и вставлю вам уже в видео. Потому что тут подносить, показывать даже бесполезно. Вот она вот настолько размытая, даже я не могу рассмотреть, что здесь какие-то детали. Но на сайте, на 1, 2, 3 стеч, там все это хорошо видно. И, конечно, потрясающая картинка в этом сэмплере. И этот сэмплер я покупала с тем учетом, что как раз вот эти вот все рисунки разобрать на дорожке. Вот здесь берешь любой участок и получается это бордюр. А если еще красить и хардангером, ну это будет вообще полноценное, такое очень интересное изделие. Вот, ну можно и вышить его целиком, если, конечно, захочешь. Ну вот я его купила, увидела, потому что здесь очень красивые вот эти бордюры, блоки. Их можно брать на бордюр. Вот, и когда я получила вот этот дизайн и рассматривала, думала, с мужем тоже советовалась. Ему вот верхний понравился. Мне, кстати, тоже очень понравился вот этот дизайн. Вот, тут не видно, вставлю вам картинку уже в монтаж. Понравился верхний дизайн. И я решила, так как у меня, в принципе, материалы все есть, попробовать с другой стороны, где были розы, попробовать вышивать вот этот рисунок, как будет смотреться. Нашла, нашла элемент хардангера, самый-самый простой элемент хардангера. Вот, и с него и, в общем-то, и начала. Какие, значит, я здесь подобрала материалы. Значит, что у меня было. Дело было вечером. Поэтому все, что было дома, как раз вот эти материалы у меня и пошли в ход. Я когда-то хотела вышивать дорожку на выставку. Покупала там для птиц кучу ниток всяких. И покупала и вот такую нитку. Тоже хотела с ней что-то сделать с этой ниткой. Как-то ее использовать. Так, вот я увеличила. Вот, как-то ее использовать. Это у нас нитка ДМС. Перле. Перле катон 10 грамм. Номер 8. Это толщина восьмерка, простите. И номер ее по каталогу 69. Нитка меланжевая. Очень интересная эта ниточка. Вот она у меня была и к этим птицам. У меня также были приобретены вот такие ниточки ДМС. Тоже номер 355. Они, ну, просто, видите, классно так сочетаются. Вот. И так как у меня вот эти материалы все нашлись, схема дома была, я просто эту дорожку перевернула, не распарывая розы и стала вышивать. Стала вышивать тоже с уголка, считала себе и стала вышивать вот этот элемент. Он вышивается очень просто. Мне просто хотелось попробовать. Думаю, ну, не понравится. Я просто выпарю и все. Ничего страшного. Вот. Стала вышивать, пробовать вот этот элемент. Учиться. И, знаете, процесс пошел. Мне очень-очень понравилось вышивать этот элемент. И я так увлеклась. Я просто не могла остановиться, пока я не вышила везде вот эти вот цветочки. Ну, без серединки. Я все думала, хватит мне это нитки или нет. Докупать или нет. Потому что все равно нужно было бы ехать за нитками. Понятно, дорожка-то гигантская. Метр шестьдесят на шестьдесят сантиметров. И я думала, хватит мне, либо не хватит. Поэтому я вот стремилась вышить все вот эти цветочки. Посмотреть, что будет с нитками. И так увлеклась. Вот. Вы не можете себе представить и поверить, наверное, что можно увлечься. А вот этими вот просто стежками обычными. И даже крестикой не хотелось вышивать. Вот поразительно, да. Вот с кем я переписывалась. Девочки говорят, как так, что ты так сильно увлеклась хардангером. Хотя, в принципе, это еще не хардангер. Это самый простой стежок. Но сама идея хардангера меня захватила на данный момент. В общем, вышила я полностью все эти цветочки. Параллельно стала вышивать, разбавлять все это дело основным дизайном. Видите, вот такой рисуночек нехитрый. Простенькие сердечки внизу, вверху. И вот здесь вот такой рисуночек. Вот вышивается все вот этим вот цветом, 355. У меня было в запасах 5 мотков, как раз под ту дорожку, которую я хотела вышивать на выставку. Вот. Они все 5 у меня ушли. Я уже потом съездила, докупила еще 5. И вот осталось у меня 4. Значит, я все 5, 6. Я уже вышила, 6 мотков. И вот 4 у меня осталось. Вышиваю. Вот. И что еще? Что еще? Я еще купила нитки. У меня сейчас, наверное, полный сумбур. Я с одной темы на другую перехожу. Но вот как у меня, наверное, процесс событий развивался, да, с этой дорожкой, так я вот вам и рассказываю, как меня захватил именно и этот рисунок, и хардангер, и вся эта история с прикладной вышивкой. Вот. Вышивала я, вышивала. Нитки закончились. Поехала я за нитками, за 355 цветом. Но, как вы понимаете, какая рукодельница уйдет только с одной ниткой, с 355 цветом. Так как я поняла, что хардангер меня очень заинтересовал. И я бы, знаете, вот и на этом изделии больше бы вышла хардангер. Но так как опыта нет, и здесь уже дизайн у меня вот такой, я решила пока ничего больше здесь не добавлять, не наляпывать. А просто дошью так, как есть. И стараюсь, спешу, дошиваю. Потому что у меня уже, как вы понимаете, новые процессы уже буквально вот-вот, 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 там уже книга. Сейчас все вам покажу, как мне хочется уже и что-то новое начать. Ну, в общем, в магазине купила я, понятно, 355 цвет. Нитки есть. Буду дальше вышивать. Ну, и так как хардангер меня заинтересовал, хочу учиться, хочу развиваться в этой области. Я приобрела еще немножко ниток, потому что была там у них скидка распродажа. Вот были такие ниточки роял. У ДМС и Анкор такие ниточки, они вообще-то дорогие. Сейчас скажу вам сколько. Или 2,50, или 3,50 моток. Точно не вспомню. Но вот что-то около того. А эти были по евро 50. Роял. Я взяла себе вот, ну, 4 мотка. Вот такой вот зеленый цвет. Ну, мне захотелось чего-то зелененького. Чего-то такого, наверное, осеннего. Понравились эти цвета. И также я взяла себе в моточках. Вот к этой же гамме. Вот Анкор были у них. Где-то Анкор, где-то ДМС. Я так понимаю, не сильно пользуются спросом эти моточки. Поэтому не очень большой был выбор. Просто в коробке там стояли. Я говорю, выбирай, какие цвета тебе нужны. Эти ниточки подороже. Эти, по-моему, 3 евро стоят. Да, эти бискидки. Были 3 евро. Вот. Размеры нитки восьмерка. А здесь, по-моему, пятерка. Они потолще. Вот. В хардангере нужна пятерка и восьмерка. Так, те же здесь. Катон 5. Ну, по-моему, пятерка. Да. Что я смотрела, это была пятерка написана. Ну, тоже Франция. В общем, по-моему, вот эти вот идут они пятерка. Это восьмерка. Восьмерка потоньше. Вот. Купила еще Перле Катон Анкор. Вот такой моточек. И ДМС попался вот такой вот цвет желтенький. Они, мне кажется, ну, вот эти цвета. Они вот так вот хорошо сочетаются для какой-то небольшой вышивки композиции. Вот такая красота. Вот. Ну, эти тоже взяла прихватом. Думаю, вдруг нужно будет разбавить здесь и что-то украсить. Ну, хотя вот сам подбор цветов мне очень нравится. В Хардангере, как я вот прочитала, нужны и потолще, и потоньше. Потому что какие-то элементы выполняются более толстенькой ниточкой, а какие-то более тоненькой. Вот здесь вот я вышиваю, но я навышивала здесь неправильно. Поэтому, если кто разбирается в Хардангере, простите, заговариваюсь, вы, ну, как, не обращайте внимания, это как бы пробные, пробные изделия. Ну, даже неправильно смотрится, в общем-то, симпатично. Я, ну, как бы не сильно расстроилась, что я тут что-то неправильно вышила. В чем неправильность? В том, что здесь нужна была ниточка потолще. Так как все-таки это и кант покрупнее, нужна была вот такая. А я вышивала вот такой. Ну, ладно, это мелочи жизни. В принципе, сам рисунок аккуратненько смотрится, все гладенько. Ну, будет у меня вот такая моя первая дорожка. Главное, я попробовала, мне очень нравится. Ну, и дальше уже будем дерзать. Вот, значит, купила такие ниточки. Дальше белые. Их всегда нужно очень много. Белых можно Хардангер вышивать просто только белыми нитками. Поэтому я взяла их три мотка. Один у меня в работе, и вот два у меня в запасе. И еще вот такая ниточка. Очень мне она мне понравилась. Я подумала, если что, можно будет вот так вот тоже белую вот с такой мятной скомпоновать. И делать, ну, может быть, какие-то, какое-то плетение. Делать вот этой ниточкой в сочетании с белым. Ну, в общем, такая у меня здесь подборка цветов. Обязательно буду что-то тоже вышивать. Вот. Ну, и как вы понимаете, на нитках я не остановилась. Вы уже видите, у меня здесь книга. Я заказала еще практически месяц назад. Но вот она буквально ко мне вчера прилетела. Позавчера я ее забрала. Вчера немножечко полистала. Это Хардангер. Потому что я поняла, что мне Хардангер, девочки, очень нравится. И буду учиться. Буду учиться. Сейчас мы с вами ее немножко полистаем. Быстренько. Не буду долго задерживаться. Пойдем дальше по остальным рукоделкам. Итак, я заказала себе вот эту книгу. Долго искала книг. Много выбрать очень тяжело. В основном книги на английском. Английский у меня очень-очень слабый. Мне приходится читать с переводчиком. Конечно, есть какая-то база. Я кое-что понимаю. Но все равно для полного понимания недостаточно. Вот. И я нашла вот этот вариант. Здесь для начинающих. Очень такая объемная. 160 страниц. Традиционная норвежская вышивка Хардангер. И здесь все-все поэтапно для новичков. Я вот как раз искала такую книгу, чтобы, знаете, вот самые-самые простые элементарные стишки. Все как начинать для новичков. И я еще ее не изучала. Ну, просто немножко пролистала, посмотрела, ознакомилась с содержанием. Посмотрела, как здесь все устроено. Мне, конечно, книга очень понравилась. Здесь есть история Хардангера. Есть вот фотографии из музея вышивки. Видите, как что. Ну, я не буду долго останавливаться. Я просто немножечко вот так пролистаю. Покажу какие-то вещи, которые меня очень сильно здесь заинтересовали. Здесь вот, в частности, показаны, вот здесь вот у нас показаны были основные элементы крупным планом. Да? Не буду подробно все показывать. А здесь показаны, я так понимаю, тоже разные элементы, но уже более современные. Я еще не разобралась. И вот жалко здесь окошки вот эти очень маленькие. Вот мне очень-очень понравился вот этот дизайн. Вообще мне Хардангер нравится в цвете. Не просто традиционно, когда белым по белому, а вот когда в цвете, когда вот так. Ну, потрясающе, конечно. Здесь много интересных идей, дизайнов, вариантов. Очень красиво смотрится в меланже вот этот вот квадратик. Видите, вот здесь меланжевая ниточка используется. Вот. В цвете мне очень нравится Хардангер. Так. Листаю, листаю. Значит, смотрите, как здесь все устроено. Здесь представлены некоторые дизайны и их оформление, и полностью пошаговое выполнение детально. Ну, вот, к примеру, здесь рассказывается о нитках, да, какие нитки нужны, ткани. Вот все по материалам. Тоже я это все почитаю, ознакомлюсь. Кстати, вот не знала, что здесь можно использовать вот, простите, вот такие ниточки. У нас они продаются, они у нас есть. Вот, гутерман, если не ошибаюсь. Могу ошибиться, но я помню эту катушку. Вот. Они, кстати, как швейные идут. И вот здесь предлагается выполнить две шкатулочки-коробочки оформить. Видите, в белом варианте и в цветном. Вот мне в цветном нравится больше. Вот нравятся мне краски. Опять же скажу, что хотя в белом тоже потрясающе. Дальше здесь закладку можно выполнить. Скатерть. Вот такая. Здесь подробно нам показаны основные элементы. Как красиво, потрясающе. Вот тут. Ой, хардангер, хардангер, ты меня покорил. Ну и здесь тоже поэтапно все показано, как собираем уже готовое изделие. Смотрите, какая красота, правда? Ну, шикарно, шикарно. Здесь вот без корню. Вот, видите, здесь другой дизайн. Стараются в каждом изделии дать что-то, какой-то отдельный элемент, чтобы было разнообразие. Без корню. Дальше вот такая дорожка. Вот этот дизайн мне тоже очень понравился. Я, скорее всего, именно вот этот возьму на следующую дорожку. Я еще не посчитала ширину вот этого узора. Скорее всего, так как здесь в основном идет лен 36-го аккаунта. А у меня луга на 25-го, у меня будет он намного больше. Этот узор, скорее всего, он у меня так и будет один центральный, потому что он будет большой на всю дорожку. А по краю где-то здесь, но не по краю где-то как-то я еще пущу какую-нибудь вышивку. Может быть. Может быть и не надо. Вот, дальше. Вот такой очень красивый узор. Посмотрите, какая красота. Это, по-моему, а это вот как раз с этой дорожки, да? Да. Вот она дорожка, а это увеличенный узор. Ну, посмотрите. А если сделать в цвете? Я влюбилась. Я влюбилась вот в эти вот переплетения, квадратики. Это кружево. Шикарно. Дальше предлагается вот оформить носочки. Вот, смотрите, один и тот же рисунок белым и в цвете. Ну, здесь белым, конечно, смотрел очень эффектно, потому что подложка красная. Ну, тоже, видите, очень красиво. Конечно, Хардангер дает настолько большое пространство для творчества, для вдохновения. Мне кажется, одинаковых дизайнов ни у кого не будет. Ну, если только вы делаете по одной и той же книге. Вот так можно украсить подушку. Вот. Вот такой еще дизайн тоже. Очень мне нравится. Они вроде бы как похожи между собой, но всегда есть какое-то отличие в исполнении, в переплетениях. Можно оформить лампу, коршер. Также можно оформить рубашку. Вот здесь вот воротничок и рукавчики. Кстати, есть схема не только как делать воротничок и рукавчики, а как схема даже есть выкройка, извините, выкройка рубашки. Рубашку можно даже пошить. Вот здесь все детально показано. Тоже такой рисунок. Вот так. Ну, классно. Очень интересно. Вот, пожалуйста, вот такой традиционный фарт. Конечно, он очень длинный. Можно сделать покороче немножко. Вообще, здесь очень богатый такой рисунок. Можно тоже и на скатерть, на дорожку. Он широкий. Но здесь единственное, что мне не нравится, мне не нравятся вот эти дырочки. Я бы их не делала. Единственное, вот центр очень нравится. Прям классно. Может быть, даже за идею можно взять вот этот дизайн. Ну, нужно думать. Думать, раскладывать, все смотреть. Вот он, более уже крупно. Посмотрите, какая красота, да? Потрясающе. Молодцы. Ну, и дальше уже все подробно, как приступаем к работе, разметка, как считаем. И смотрите, что у меня здесь поразило. Ну, видите, здесь поэтапно вообще. Ну, практически вот каждый-каждый этап, как мы ведем ниточку, как мы ведем иголочку, как у нас нитка смотрится с лицевой стороны, с изнаночной стороны. Все подробно, как закрепляем, как нужно вышивать лицо, изнанка. Все показано. И смотрите, такая особенность. Первый раз такими я сталкиваюсь. Л, для левши и для правши. То есть, если вы левша, вышиваете левой рукой, у вас будет вот такой ход вашей ниточки иглы. Если вы правша, то вы начинаете вот так и вот так вышиваете. Меня это, конечно, удивило. Я никогда не видела, чтобы отдельно делали раскладку и для левши, и для правши. Ну, здесь вот все дальше. Каждое изделие, которое мы с вами посмотрели, пошагово описано, как выполнять каждый элемент. То есть, все то, что мы с вами видели, есть инструкция подробнейшая, как это вышивается и как это потом собирается. Я, конечно, очень впечатлена. Для меня это то, что нужно, вот именно для новичка, для нулевого, чтобы взять и сориентироваться уже по инструкции и выполнить какое-то изделие. Ну и в конце книги, вот так вот очень аккуратно, в фаллики приклеены были, в фаллик приклеены, вложены были три схемы. Я, как всегда, спешу, не знаю, почему спешу, хочу вам все рассказать, побольше всего показать и немножко даже заговариваюсь. Вот здесь у нас инструкции к каждому изделию, указана страница, с какой-то страницы этот рисунок. Я сначала не поняла, потому что вот мне они смотрятся вообще как бы одинаковые. Я смотрела и долго не могла понять, так, а что один и тот же дизайн, напечатали везде, что такое? Что такое? Ну нет, тут разная ширина, для каждого рисунка свой центр рассчитан, вот. Разные значки тут в центре, ну вот есть отличия, конечно, тоже вот диаграмма, тут что, как. Ну, конечно, нужно разбираться, нужно разбираться, не сразу взял и вперед. Ну, как все новое. Вот отдельный элемент, скорее всего, это без корню. Пин, иные, шеи, скорее всего, да, это без корню. Вот это я сейчас буду делать. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Мешком скидке посмотрим. Это вот уже большой дизайн. Ой, какая будет красота. Хочется уже все сразу вышить и сделать, и всего побольше. Ну, тут выкройки, рубашки, выкройка рубашки, носок. Не помню, фартук здесь был или нет, не буду разворачивать. Ну, выкройка носка есть, можно сшить носок рождественский. Вот столько идей, столько здесь вариантов. Купил книгу и, пожалуйста, занимайся, она вот тебе работы обеспечена. Обеспечена. Автор Иветт Стентом. Вот так называется книга. Книга, по-моему, 2016 или 2017 года. Вот еще данные, если вы захотите больше узнать об этой книге, об авторе. Можете найти, почитать. Я буду изучать, но мне тяжелее будет. Я с переводчиком буду читать. Вот, кто хорошо знает английский, для тех, я думаю, прям вот... Да, 2016, вот я смотрела, 2016 год. Вот, ну, книга, конечно, стоящая для меня. Вот, для этапа, на котором я сейчас нахожусь, знакомства с Хардангером, это как раз то, что нужно поучиться. Дальше, конечно, я уже посмотрела, что есть журналы про Хардангер. Конечно, уже и туда мои ручки потихоньку, и глазки устремляются. Мне кажется, хочется уже найти, где эти журналы. Но, по-моему, либо итальянские, либо испанские журналы. Ну, пока еще не разобралась. Так вот, возвращаюсь к теме практической. Значит, из этой книги, во-первых, я себе присматриваю дизайн на новую дорожку. И, скорее всего, как я вам и показывала, где я вам показывала мою дорожку, моя дорожка. Так, это... Нет, нет, потеряла дорожку. Ну, где же ты? Нет. Вот, ну, вот же, на следующем листочке. Вот, скорее всего, я буду использовать вот этот элемент. Мне он очень понравился. Но я его немножечко переделаю. Скажу вам, что я переделаю. Я не буду, так, я не буду вышивать вот эти вот дырочки. Вот эти дырочки мне не нравятся. Я хочу здесь заменить просто на косичку. Вот как здесь идет внутри такая косичка. Сделать и бордюрчик-косичка. Ну, что-нибудь, какой-нибудь простой бордюрчик. То есть, вот центральный элемент мне нравится. Он простой, очень эффектный. Нравятся вот эти здесь переплетения. Дизайн симпатичный. Ну, вот эти вот косички я не хочу делать. Вот. Я сделаю что-то по-другому. Ну, и дальше буду смотреть. То ли буду украшать здесь вышивкой или нет. И нужно будет посчитать ширина. Насколько большой получится рисунок. Ну, в любом случае здесь есть из чего выбрать. Я что-то обязательно сделаю какой-то выбор, какой-то блок. И их потом просто дублируешь и выполняешь. Вот. Ну, а чтобы потренироваться делать какую-то вышивку, я хочу сделать без корню. Я бы сделала коробочку. Мне тоже она очень понравилась. Но у меня нет коробочки, нечего оформить. Особенно мне вот в цвете. Видите? Один и тот же рисунок. И как преображается, когда у нас цветная ткань и нитки. Здесь меланж, как вы видите, очень красивые переходы. И просто в белом варианте. Ну, тоже изящно, но это тепленький и очень такой приятный получился дизайн. Я бы сделала такую коробочку, но у меня нет коробочки. Сделала бы такой дизайн. Вот. Любой дизайн берешь, вот этот блок, его дублируешь. И, пожалуйста, тебе бордюры, скатерти, все что угодно. Потому что здесь, конечно, кто на что гораст. Вот. Ну, я могу выполнить вот такую без корню. Значит, здесь у нас по материалам используется 36-й лен. Почему-то везде в основном рекомендуется 36-й лен. Размер будет 10,5 на 10,5 сантиметров. Значит, она большая такая без корню. Обычно размер без корню 8,5 на 8,5. Ну, здесь будет 10,5. Ну, пусть будет большая. Я бы хотела взять, конечно, ленду, либо еще что-то. Но будет еще больше размер. Поэтому больше 36-го каунта уходить нельзя. Вот. И почему хочу я еще попробовать вот эту без корню? Я хочу попробовать сочетание ниток. Дело в том, что я же думаю о новой дорожке. Думать нужно уже сейчас. Дорожка большая. И, ну, как бы портить, что-то потом менять, переделывать не хочется. Поэтому я хочу посмотреть, как у меня будут сочетаться, может быть, вот эти вот цвета. Хочу подумать, как-то поразмышлять. Белой ткани, к сожалению, у меня нет. Ну, на белом все цвета смотрятся выгодно. Это понятно. Вот. Но для без корню, так как нужен 32-й каунт, я у себя тут поискала, поискала в запасах. У меня есть вот кусочек вот такого, 32-го льна, пермин. Очень теплый. Он такой кофейный, обалденный. И вот такая красота у меня нашлась. Тоже такой солнечный желтый лен. Тоже 32-й каунт, по-моему, такой грызочек. Мне как раз на без корню хватит. Дело в том, что там и подложка нужна, какая-то цветная. Здесь же прорези, чтобы это все было видно. Поэтому я думаю, что вот эти два оттенка, они друг другу подходят. То есть я планирую вышивать на светло-желтом. Вот так. Смотрите, какая красота. Солнечно, ярко, тепло. А кофейный, молочный, кофейный пойдет у меня вниз на подложку. Без корню вот сюда. Вот. Заодно попробую плести центр. Давайте я вам покажу детали этой без корню. Вот здесь они лучше видны. Видите, нужно будет плести центр. И вот такие вот есть здесь элементы. Значит, для крупных вот таких элементов, просто как бы гладиваю такие стежки. И буду использовать вот эту нитку, она толстенькая. Для косички, для бордюра тот же цвет, но тонкая. И внутри вот это переплетение я буду делать вот этой желтой ниточкой. Вот. Ну, а дальше я уже тоже подумаю. Может быть, какой-то здесь блок сделаю зеленый, желтый. Ну, поиграюсь немножечко. Без корню. Поэтому здесь можно будет как-то поиграться. Вот. Ну, посмотрю эти ниточки, поучусь, как, что правильно делать. Кстати, благодаря вот этой книге я поняла, что я на своей дорожке неправильно делала алжирские глазки. Вот совсем неправильно. Сейчас я вам покажу, приближу. Так. Так. Вот. Тут как раз хорошо видна эволюция моих алжирских глазок. Вот. Вот. Я когда начала вышивать, ну, посмотрела в интернете какую-то информацию, как бы подсказку, да, что нужно через одну нить переплетения, в каждую нить, точнее, выводить. И потихонечку обтягивать внутренность лепестков, внутренностей блока. Я так и делала. Притягивала ниточку, но очень аккуратно, потому что, когда вышиваешь крестом, всегда стараешься сильно нитку не затягивать. И вот остается этот момент. И я боялась, честно, сильно затягивать. Притягивала, ну, как бы так, очень деликатно. Оказывается, это неправильный французский этот алжирский глаз. Вот, благодаря книге я это и поняла. Нужно сильно затягивать. И, кстати, нужна здесь ниточка потоньше. Скорее всего, нужна вот эта гутерман, чтобы она как можно больше открывала глаз. Вот, смотрите, в книге какой глаз, да, видите, прям вот такая хорошая дырка должна быть. Вот это правильный алжирский глазик. А у меня он, ну, вот, видите, слепенький. И я уже, когда почитала, посмотрела, что я неправильно делаю, стала стараться прям вот сильно тянуть эту нитку, не бояться, не щадить, а прям вот хорошо ее каждую затягивать. И глазки уже немножечко стали открываться. Ну, уже получше. Ну, видите, вот так вот. Я абсолютно не переживаю, что у меня полдорожки с закрытыми глазами, половина с открытыми. Вещь практичная, вещь будет в работе, ничего страшного. Первая моя работа. Я на ней поучилась, так сказать. Я не буду ничего переделать, потому что здесь это не выпарать. Это настолько здесь сложно будет все это исправлять. Ну, нет смысла. Ну, ничего страшного. Я не буду себя за это кореть. И, мне кажется, никто и не увидит про мои эти глаза, где они там открыты, где закрыты. Потому что это здесь основной рисунок все-таки крестик. Но в следующей работе я уже, конечно, буду более бдительна. Теперь у меня есть книга, где подробно-подробно, в общем-то, рассказывается о всех этих стишках. Так. Показала заодно. Вот такие вот глаза получаются. Ну, видите, много ошибок. Первая работа. Казалось бы, все так просто, но не все так просто. Тут тоже свои тонкости, свои нитки. Я всегда думала, что вот такими просто вышиваться хардангеры. Тут есть и вот такие, есть еще и потоньше. Ну, вот. В общем, на ближайшее время, когда у меня найдется возможность со временем, я хочу сделать вот эту бескорню. Попробовать. Потренироваться. И буду потихонечку в своей голове придумывать дизайн. Что все-таки, какой я дизайн возьму на дорожку. Как это у меня все оформится. Потому что, ну, в принципе, мне очень нравится серединка. Как она здесь сделана. И не сложно. Так, ну и пока я буду вышивать мою бескорню. Я буду потихонечку обдумывать, какой у меня будет дизайн. Как я буду вышивать. Все-таки возьму я цветные нитки, либо это будет белым. Но на данный момент я все-таки склоняюсь к цветному рисунку. Мне нравится цвет. И я думаю, что вот эти прямые стежки, они у меня будут вышиваться вот этой толстенькой ниточкой, зелененьким цветом. Вот внутри дорожка, скорее всего, будет вышиваться вот этой ниточкой. Внутри переплетения будет вышиваться желтенькой. Ну, а кантовка, наверное, тоже вот этой зеленой. Серединка будет желтенькой. Дальше тоже здесь вот, ну, посмотрю, как я буду открывать этот блок. Скорее всего, может быть, здесь тоже будет зеленый. Тут зеленый, а внутри, наверное, буду только внутри переплетения делать желтым. А вот все остальные блоки будут зеленым. И глазки будут у меня эти тоже желтым. Вот. Ну, как-то так. Ну, надо попробовать, конечно, сделать один блок. Посмотреть, как это будет смотреться. Посчитать высоту, если смысл делать его только один, центральный. Либо нужно делать два, вверху-внизу. Все будет зависеть от ширины самого блока. Потому что у меня, моя дорожка шириной 60 сантиметров. Вот здесь есть размеры, но я точно не поняла, что они значат, эти размеры. Здесь написано метр двадцать на тридцать три сантиметра. Ну, это, скорее всего, вся дорожка. В стежках тысяча четыреста на тридцать четыре сантиметра, потом дальше метр четыреста на пятьдесят. Ну, как-то я не совсем разобралась. Нужно будет все сидеть, читать, разбирать. Потому что если здесь пятьдесят сантиметров, а рисунок тридцать три, ну, не похоже. Был бы меньше отступ. Ну, в общем, ладно. Есть в нитках перерасчет. Я посчитаю на калькуляторе основы и посмотрю, какая здесь у нас получается высота. И нужно будет отбросить вот эти вот дырки. Я их не хочу. Ну, как-то так. Ну, в общем, буду думать. Не буду сейчас сильно много занимать вашего времени и внимания на такие мои размышления. Немножко вам показала, рассказала. Все может еще измениться. Может быть, я как-то по-другому придумаю. Ну, без корню сделаю. Как раз у меня в осенних таких тонах нет без корню. В принципе, есть вот такая тоже похожая тона. Вот Риолис. Но здесь вроде бы как не осенняя тематика. Хотя тона тоже похожие. Ну, ладно. Нашлись такие нитки, поэтому будет вот такая без корню. Был бы белый лен, можно было бы по-другому сделать. Можно было бы вот так. Не, хочу зеленый. Ну, ладно. Сильно много у меня размышлений. Так, и давайте идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова